Здравствуйте! Мы находимся в залах Центрального музея вооруженных сил, посвященных истории Красной Армии межвоенного периода с 1923 по 1941 год. В это время Красная Армия вела многочисленные боевые действия против противников советского государства на границах нашей страны. Они проходили и в Средней Азии, и на границе с Китаем, и на территории самого Китая. Советские советники помогали испанцам в борьбе с фашизмом в конце 30-х годов. Красная Армия воевала с японцами у озера Хасан на Дальнем Востоке и в Монголии на реке Холхенгол. А в конце 1939 и начале 1940 года тяжелые боевые действия происходили в Финляндии на Карельском перешивке. В этом же зале рассказывается о развитии Красной Армии в этот период, о создании новых образцов боевой техники и по строительству могучих военных оборонных заводов на огромной территории нашей страны. Эти материалы рассказывают о руководстве строительством Красной Армии. Фотография сделана в момент празднования 50-летия Сталин. Генеральный секретарь в центре с группой членов Политбюро. Среди них нет Рыкова, Бухарина и Томского. Оппозиционеров их не пригласили на празднование. Одним из главных направлений своей работы Сталин считал оснащение Красной Армии новейшими образцами боевой техники. В стране уже началась индустриализация. Обратите внимание на этот маленький немецкий пистолет системы Маузера. Сталин очень любил оружие. В него в кабинете постоянно показывали новейшие образцы, созданные в нашей стране. У него была большая коллекция личного оружия. Он часто приказывал приносить образцы к себе в кабинет. Приходили конструкторы, показывали. Всю эту коллекцию в 1987 году из комендатуры Кремля передали в наш музей. Она хранится у нас в специальном фонде. Насчитывает несколько десятков единиц стволов стрелкового оружия. Вот один из пистолетов немецкой системы Маузера представлен здесь в этой экспозиции. Рядом с ним экспонируется авиационный пулемет «ШКАС» – шпитальный комарицкий авиационный скорострельный. Он был подарен второму человеку в стране в 30-е годы после Сталина – председателю совнаркома Вячеславу Молотову. Вот на этом снимке он второй справа аплодирует. Снимок сделан во время празднования 20-летия РКК в 1938 году. Этот пулемет подарили ему рабочие Тульского оружейного завода в 1934 году. Они как раз освоили выпуск этих новых пулеметов к открытию 17-го съезда партии. И на заседании съезда первый образец вручили председателю Совета народных комиссаров. Он потом передал пулемет для хранения в наш музей. Возглавлял строительство тяжелой индустрии, в том числе оборонной, один из членов Политбюро – Серго Орджоникидзе. К сожалению, в начале 1937 года, когда начался размах репрессий и были репрессированы ближайшие родственники Орджоникидзе, Серго застрелился. У нас в музее хранятся его награды. Их передала к нам музей-вдова Орджоникидзе – Зинаида Гавриловна, только в 1953 году, после смерти Сталина. Здесь же петлички Орджоникидзе. В то время погоны были отменены, и военные носили вот такие петлички с различными знаками различия. Созданием авиации руководил старый большевик Петр Ионович Баранов. Созданием авиационной промышленности. К сожалению, он погиб, сгорел в самолете в 1933 году. Нам в музей передали его награды. Вот они здесь экспонируются. Вверху уникальный орден. Это первый образец ордена Ленина 1930 года. Он вручался всего три года, до 1933. Их было вручено всего несколько сотен единиц. Вот один из орденов принадлежал Баранову. Он был сделан из серебра. С 1933 года стали вручать ордена Ленина, сделанные из золота. Чуть ниже орден Красного Знамени и Красный военный орден Хорезма. Здесь же членский билет, врученный Баранову как члену Центрального комитета большевистской партии, подписанный секретарем партии Сталина. Во главе Красной Армии с 1925 по 1940 год находился Климент Ефремович Ворошилов. Вот на этом снимке он в центре. Близкий друг Сталина и крайне преданный ему человек. У нас в музее хранится книга, написанная Ворошиловым «Сталин и Красная Армия» и китель маршала Советского Союза Ворошилова. Персональные воинские звания были введены в Красной Армии в 1935 году. Тогда же пять человек получили это высшее воинское звание. Первым среди них был, естественно, нарком обороны Климентий Ефремович Ворошилов. Эти материалы рассказывают о борьбе Красной Армии против басмачей в Средней Азии. Тяжелая очень местность. Зеленка, высокие горы, пустыни. Поддержка массовая у басмачей, населения местного. Поэтому борьба продолжалась долго, до начала 30-х годов. Экспонаты рассказывают о героях Красной Армии, участников этих событий. Двумя нашими главными ударными кулаками в Средней Азии были две кавалерийские бригады. Одной из них командовал Константин Петрович Ушаков. Вот его снимок. Из дворян офицер царской армии, перешедший на сторону Красной Армии. Замечательный кавалерист и замечательный командир. Он был награжден тремя орденами Красного Знамени. И его бригада отличилась в тяжелейших боях с басмачами, в самых невероятных условиях климата и местности. К сожалению, во время террора в 1937 году Константин Ушаков был арестован и посажен в лагерь. Он находился в пересыльном лагере во Владивостоке и в 1942 году погиб от непосильных условий содержания и труда. Единственная вещь, которая осталась от него, это вот эта полевая книжка, которую сохранил его племянник и передал на хранение в музее Красной Армии. Здесь же трофеи, захваченные у басмачей. Внизу английская 10-зарядная винтовка Лейнфильд. Вверху 5-зарядная винтовка Энфильд Маузер. Это оружие поставлялось в Республике Средней Азии из Индии и широко использовалось басмачами. Надо сказать, что такое оружие использовалось в Средней Азии и в Афганистане еще и в наше время. Во время Афганской войны последней это основное оружие афганских душманов. Немецкий пистолет системы Маузера образца 1896 года находился на вооружении командиров басмачей Курбаши. Здесь же бухарская сабля и подзорная труба Курбаши Шалтай-Батыра. Его отряд действовал в пустынях Туркмении. Это был диверсионный отряд. Шалтай-Батыр очень был опытный и опасный противник. Но однажды в стычке с отрядом Красной Кавалерии он был тяжело ранен. Однако спасся. Замечательный боевой конь унес его, выйдя с его из боя. Однако спустя несколько дней наши кавалеристы находились в пустыне. И пастухи показали им могилу Шалтай-Батыра, умершего от ран. На могиле лежала эта подзорная труба. Наши бойцы взяли ее и прислали в подарок музею Красной Армии. Материалы рассказывают о боях на Китайско-Восточной железной дороге КВЖД в 1929 году. Дорога была построена Россией в конце 19 века. Она вела из-за Байкалия во Владивосток напрямую через территорию Китая. Построена была на российские деньги российскими мастерами и инженерами. В 1929 году китайские генералы решили дорогу национализировать и ввели туда свои войска. В ответ на это советское правительство образовало отдельную дальневосточную армию, которая получила приказ восстановить положение на дороге. В течение двух месяцев положение было восстановлено. Командовал отдельной дальневосточной армией Василий Блюхер. Вот на этой фотографии слева он изображен. Большой специалист по Китаю. Он был главным советником Усуньят Сена во время гражданской войны в Китае. За эту победу Блюхер был награжден шашкой. Рабочий из Лотоустовского завода изготовили подарочную шашку и в Хабаровске вручили ее Блюхеру. Вот на снимке как раз он рассматривает это оружие. К сожалению, в 1938 году маршал Блюхер был репрессирован. Он умер от тяжелейших побоев в Бутырской тюрьме. Все его вещи были конфискованы. Награды, в том числе орден Красного Знамения номер 1, был расплавлен. А в 1956 году, когда маршала реабилитировали, один гражданин, Семенов, на окраине Москвы, в районе станции Лось, проходя мимо свалки, увидел, что из кучи мусора торчит рукоятка шашки. Он вытащил ее, с удивлением прочитал на клинке надписи «КВЖД, 29-й год», командующему армией, фамилия была стерта, срезана. Шашку эту он принес к нам в музей, и наши эксперты установили, что это то самое подарочное оружие, которое вручили за победу на КВЖД Блюхеру рабочие златоуста. Видимо, кто-то из чекистов при обыске забрал эту шашку себе, а когда Блюхера реабилитировали, решил избавиться от ненужной улики. Вот таким образом этот экспонат попал к нам в музей. Здесь же трофеи, захваченные в боях у китайцев, в том числе меч, два клинка в одних ножнах. Как известно, Китай родоначальник многих видов боевых искусств, в том числе ведение боя сразу двумя руками. Вот одного из китайских солдат, и было изъято подобное оружие. Здесь вот и фотографии есть, китайский солдат с мечом в руках. Это материалы о большом терроре в Красной Армии. В 1937 и 1938 годах в значительной степени командный состав Красной Армии был репрессирован. Особенно это относится к высшему командному составу. Вот первые пять маршалов Советского Союза, из них в живых остались только двое. Клим Ворошилов и его друг Семен Буденный. Были расстреляны зам. наркома обороны Михаил Тухачевский, начальник генерального штаба Егоров и командующий Дальневосточным фронтом Василий Блюхер. Блюхер, как я уже сказал, умер от побоев. Из 85 человек, которых входили в Высший военный совет в 1936 году, 77 были репрессированы, в том числе 73 расстреляны. Вот фотографии этих людей, больше их часть погибла. Газета «Правда» от 12 июня 1937 года с сообщением о процессе по делу Тухачевского и группы высших командиров Красной Армии, которые были расстреляны вместе с ним. Здесь же находится копия приговора по делу Тухачевского. Копию передали нам из КГБ, из ФСБ нынешнего. Надо сказать, что репрессии нанесли очень тяжелый урон высшему и среднему командному составу наших вооруженных сил. В то же время страна двигалась вперед, народ строил, работал, праздновал и веселился. Вот картина художника Сварога. Сталин с группой членов Политбюро на празднике авиации в Тушине в августе 1938 года. Эта картина практически не экспонировалась у нас раньше. Ну а в этом зале мы решили ее выставить, чтобы показать, что жизнь не сводилась только к репрессиям. Народ знал о них весьма смутно. Народ жил в какой-то степени своей жизнью. Вещи репрессированных военачальников, как правило, конфисковывались. И сотрудники нашего музея буквально по крохам собирали реликвии, принадлежащие этим людям. Вот здесь экспонируется чемодан, принадлежавший маршалу Тухачевскому. В 1996 году передала его сестра, у него были три сестры, все они были репрессированы. Вот последняя из них отдала нам эту единственную вещь, которая у нее сохранилась в память о брате. В Министерстве обороны в отделе хозяйственном был обнаружен чернильный прибор из кабинета Тухачевского. Здесь же экспонируется футляр от скрипки, который когда-то принадлежал Михаилу Николаевичу. Он был большой любитель скрипичной игры, сам разрабатывал составы лаков специальных для скрипичных инструментов. А вот этот альт был изготовлен в память о маршале. Он в начале 30-х годов приказал передать Большому театру. При театре есть специальная мастерская, где изготавливают скрипичные инструменты. И делают их из особых сортов дерева, очень дорогих сортов. В начале 30-х по распоряжению Тухачевского мастерским Большого театра был подарен целый вагон такой древесины. И вот последние образцы этого материала, они сохранились еще до 80-х годов, послужили основой для изготовления вот этого альта. Мастера сделали его в память о маршале, вот с оборотной стороны сделан его портрет. А эта модель яхты принадлежала Василию Константиновичу Блюхеру. В начале 30-х годов охотник на Найц приехал из глухой тайги в Хабаровск и подарил Блюхеру собственноручно изготовленную им модель яхты. Сделана она из моржовой кости и китового уса. После ареста Блюхера модель валялась на чердаке его дома в Хабаровске. А в 59-м году, когда освободили вдову Блюхера, Глаферу Лукинишну, ей сообщили, что единственная вещь, оставшаяся от маршала, это вот моделька яхты, которая валяется на чердаке их бывшего дома в Хабаровске. Она попросила, чтобы модель передали ей. Ну а в 80-х годах она отдала ее на хранение в наш музей. В годы Гражданской войны 4 человека были 4 раза удостоены ордена Красного Знамени. Это один из них Иван Федько. В 36-м году он имел звание командарма 1-го ранга, а в 39-м он был расстрелян. Все его 4 ордена были изъяты при аресте и расплавлены. После реабилитации командарма его вдова добилась права получить утраченные награды мужа назад. Сделать это было невозможно, поскольку они отсутствовали. И тогда ей изготовили дубликаты утраченных наград. Дубликат – это точно такой же орден, только сделанный заново. Ордена Федько были на штифтах, носились на специальной такой винте на таком нагруде. Вот дубликаты, они сделаны уже по-новому на колодочках. Ну а сделаны они из того же самого материала, из серебра. И имеют даже те самые номера, которые имели награды настоящие Федько. И вот очень интересные награды. Награды Тодорского. Тодорского – один из немногих членов военного совета, который уцелел во время репрессии. Но 20 лет он отсидел в лагерях. Когда вышел при Хрущеве, ему должны были вернуть утраченные награды. Российский орден Красного Знамени РСФСР ему вручили. А вот награды с республик были расплавлены, и других таких не было. В президиуме Верховного Совета в наградном отделе нашли армянский орден Красного Знамени. Вот он справа. А вот азербайджанского ордена Красного Знамени слева вон. Больше ни одного не осталось. Их всего было отчеканено несколько штук, и все они были именные. Наоборот, во время гражданской войны указывали, кому и за что они были вручены. И вот тогда взяли орден одного из репрессированных военачальников, судя по всему, начальника генерального штаба Егорова. Изнутри залили надпись «Оловом» и вручили этот орден бывшему Камкуру Тодорскому. После его смерти вдова передала ордена на хранение в наш музей. На этой фотографии граф Алексей Игнатьев из очень древнего дворянского рода. Он закончил пажеский корпус, состоял в свите императора Александра III. Затем закончил Академию Николаевскую военную, участвовал в русско-японской войне. А потом был многие годы нашим военным атташе, как тогда говорили, военным агентом во многих странах Европы и Азии. Во время Первой мировой он был военным атташе во Франции. И на его имя во Францию российское правительство переводило колоссальные суммы на закупки у союзников вооружения. Во время гражданской войны белые просили его передать эти средства для ведения борьбы с советской властью. Но Игнатьев ответил, что деньги он передаст тому правительству, которое сохранится в России после гражданской войны. Он страшно бедствовал, вдвоем с женой выращивал в подвале своего дома шампиньоны и этим кормился, но ни одну копейку из российских средств не истратил. После победы большевиков в гражданской войне он эти деньги, несколько сотен миллионов франков, передал советскому правительству. Сталин позволил ему вернуться в Советский Союз в 30-е годы. Он получил звание комдива, вот на фотографии. Он работал в военном издательстве, в управлении военно-учебных заведений, а потом в военно-издате. В 54-м году он умер, родственников у него не осталось, и все его награды царские были переданы в нотариальную контору, а оттуда в музей Советской Армии. Это большое количество наград многих стран мира, они хранятся у нас в специальном фонде, а некоторые представлены здесь в витрине. Ордена Святого Владимира Станислава, справа знак о принадлежности к свите Александра III, он был пажом у императрицы. Внизу слева знак об окончании Николаевской военной академии, маленький мальтийский белый крестик в честь 100-летия пажеского корпуса и несколько медалей, в том числе в память русско-японской войны. В 30-е годы гордостью нашей страны считалась авиация. В 34-м году ледокольный пароход «Челюскин» попытался за одну навигацию пройти по Северному морскому пути, и это почти удалось. Но уже на выходе Берингового моря пароход был затерт льдами, и вся научная экспедиция с экипажем высадились на льдину. Им грозила неминуемая гибель, добраться до них не было никакой возможности, и тогда Сталин приказал попытаться использовать для спасения людей авиацию. Несколько групп летчиков с разных сторон попытались достичь льдины с экспедиции, и некоторым из них это удалось. Семеро летчиков, которые участвовали в спасении челюскинцев, по решению Сталина были награждены. Он предложил специально для такого случая учредить высшее воинское звание нашей страны, Герой Советского Союза. Вот фотографии этих людей. Им были вручены высшие награды Советской страны, Ордена Ленина и специальные грамоты. Героев Советского Союза было всего несколько человек, их портретами была украшена вся страна, и их знали в лицо. Но спустя пять лет, когда героев стало уже несколько сотен, и в лицо их уже не знали, Сталин предложил учредить специально для них знак отличия, маленькую золотую звездочку, Героя Советского Союза. Всех героев их тогда в живых было 64 человека. 3 ноября 1939 года собрали в Кремле, и Михаил Иванович Калинин, председатель Президиума Верховного Совета СССР, вручил им золотые звезды Героев. Вручили и звезды летчикам, спасшим челюскинцев. Правда, к тому времени их в живых осталось из семерых только шестеро. Летчик Ливаневский погиб при попытке перелета в Америку через Северный полюс. А остальным вручили звезды. Каждая звезда с оборотной стороны имеет порядковый номер. Вот на этой фотографии, второй слева внизу, летчик Анатолий Липедевский. Он первым достиг льдины с челюскинцами, и ему была вручена золотая звезда Героя под номером 1. Анатолий Липедевский, к сожалению, уже скончался в начале 80-х годов, но его звезда хранится у его зятя. А зять его – всенародный любимец, известный актер Анатолий Кузнецов, который сыграл роль товарища Сухова в кинофильме «Белое солнце пустыни». А вот это звезда летчика Доронина, с обратной стороны номер 7. Это личные вещи и награды летчиков, которые спасали челюскинцев. Внизу двое часов – маленькие золотые и большие авиационные. Они принадлежали двум женщинам, членам экипажа самолета «Родина», которые в 1938 году совершили сверхдальний перелет из Москвы на Дальний Восток. Вот они на фотографии. Это летчицы Полина Осипенко, Валентина Грязодубова и Марина Роскова. Первые советские женщины, удостоенные звания Героя Советского Союза. Маленькие золотые часы Полине Осипенко подарил Клим Ворошилов, большие авиационные – с самолета Марины Росковой. Внизу – снегоступы американские. Они принадлежали летчику Слепневу, участнику спасения челюскинцев. Здесь экспонируются награды союзных республик межвоенного периода. В то время каждая союзная республика имела право чеканить свои ордена. Слева три ордена Трудового Красного Знамени Славянских Республик – России, Украины и Белоруссии. Этот блок – награда Республик Средней Азии. Вверху второй слева – Орден Труда Хорезма. Была такая республика в составе нынешнего Узбекистана. Это единственный орден, которым был награжден Владимир Ильич Ленин. В 1922 году делегация Хорезма приехала в Москву, чтобы вручить награду вождю революции. Но Ленин уже тяжело болел, поэтому орден передали в его секретариат. Внизу, справа, по внешнему виду орден, но по названию это знак. Это награда Таджикской Республики. В то время она еще не была союзной, а была только автономной. И не имела права чеканить свои ордена. Ордена были очень нужны, поэтому орден сделали, но назвали его знаком. Вручали героям борьбы с басмачеством. Он так и называется – знак за борьбу с басмачеством. Блок наград за Кавказье, вверху Азербайджана, в центре Армении, внизу Грузии. И общесоюзные награды. Ордена Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и Ленина. В центре справа две медали. Это первые медали, советские. За отвагу и за боевые заслуги. Эти медали, как и ордена, делали из драгоценных металлов, в данном случае из серебра. И как ордена, имели с обратной стороны порядковый номер. Медали и сейчас вручают в Российской армии. Медаль за отвагу пользуется очень большим уважением. Само название за себя говорит. К сожалению, сейчас номеров на них не ставят. Внизу две высшие награды СССР. Звезда Героя Советского Союза. И справа высшая награда за трудовую доблесть. Золотая звезда Героя Социалистического Труда. Серб и Молот. Награда была учреждена в декабре 1938 года. А год спустя состоялось первое награждение. Звезду под номером 1 вручили Иосифу Сталину. И это была единственная награда, которую он носил на своем кителе. Я стою возле детища первой советской пятилетки. Это первый советский серийный танк МС-1. Малое сопровождение. Он выпускался с 1927 по 1931 год в Ленинграде на заводе Большевик. В бывшем Абуховском заводе. Экипаж танк состоял из двух человек. Открывался вот этот люк. Затем вот эти. И в башню забирался командир танка. Он же наводчик орудия. Он же заряжающий. Ишнец, ишнец, и надуде, игрец. Затем сюда вниз за рычаги садился механик-водитель. Люки закрывались. И танк со скоростью 17 км в час шел в бой. Рота таких машин принимала участие в боях на КВЖД в 1929 году против китайцев. Китайские солдаты, никогда не видевшие танков, не выдержали и бросили свои позиции. Такие машины принимали участие и во время боев на озере Хасан в 1938 году. После боев несколько десятков таких танков вкопали в землю и превратили их в долговременные огневые точки, доты. В начале 80-х годов две машины танкисты-дальневосточники выкопали, полностью их восстановили и прислали в Москву. Один находится у нас, другой танк, который может двигаться на ходу, находится в танковом музее в Кубинке. На этом мы закончим экскурсию по первому залу межвоенного периода. Я приглашаю вас встретиться еще раз, и мы продолжим нашу экскурсию. Продолжение следует...